восьмикратно приветствую ищущих и мыслящих с вами александр шадов осьминог бесконечности и сегодня мы с вами рассмотрим одну из моих книг из октограммы номер 4 уже четвертая октограмма да это книга номер 2 из октограммы номер 4 который называется духовные практики осьминога бесконечности да мое учение помимо скептицизма помимо других аспектов помимо германефтики включает себя еще и духовные практики которые в принципе расписаны в данной книге давайте-ка посмотрим что у нас тут есть эта книга поможет стать творцом философом плюралистическим мыслителем германефтом скептиком и так далее только вы сможете решить на каком из уровне остановиться вы держите в руках книгу которая поможет раскрыть ваш бесконечный интеллектуальный творческий и духовный потенциалы вот такая вот такой вот у нас такая аннотация интересная довольно таки до большая такая аннотация а все практики их 64 соответственно ну как и должно быть все таки как и должно быть в мире осьминогов всего кратно 8 их 64 практики и они делятся на восемь таких подструктур которые были обозначены словами щупальца ну и в общем то щупальца бывают такие знания воображение творчество философии плюрализма безразличия понимания сомнения соответственно они идут от самого простого к самому сложному притом последние два уровня понимания и сомнения они уже настолько высоко находятся что они в принципе дополняют друг друга мы увеличиваем наше понимание развивая сомнения с другой стороны мы увеличиваем наше сомнение развивая понимание а вот такая взаимосвязь здесь имеется в остальном мы сначала идем по ступени знания знания самое простое после знания мы развиваем воображение воображение развивать но тоже не очень то и сложно следующее это творчество мы учимся делать что-то новое еще сложнее мы учимся не просто делать что-то новое мы учимся мыслить что-то новое уже на следующей ступени а вот щупальца плюрализма мы учимся не только мыслить что-то новое мы учимся мыслить бесконечное множество чего-то нового. Помимо всего этого, на следующем шаге следует снять различия. То есть не должно быть различия между того, что мы придумали и придумал кто-то другой. Не должно быть различия между различными аспектами вообще чужих каких-то других учений. То есть все становится не то, чтобы, ну, не безразлично в смысле безразницы, а то, что все не различается синкретично, одинаково. То есть одно учение равно другому учению. И в этом смысле это уже ступень... Это нижняя ступень перед скептицизмом, так скажем. Пройдя через безразличие, мы уже дальше можем двигаться к пониманию и сомнению. Да, щупальцы перетекают одно в другое, потому путь надо начинать с самого начала. Знание нужно для того, чтобы развить воображение. Воображение нужно для того, чтобы развить творчество. Творчество нужно для того, чтобы развить свой философский потенциал. Философия нужна для того, чтобы достигнуть плюрализма. Плюрализм нужен для того, чтобы достичь безразличия. Безразличие нужно для того, чтобы достичь понимания. А понимание для того, чтобы обрести абсолютное сомнение. Вот такая вот получается здесь линейная зависимость описана, но на деле все может быть несколько сложнее. Здесь для упрощения описана такая вот прямая линейная зависимость, ну, чтобы просто было достаточно понятно. Так, логика перехода обусловлена особенностями трактовки всех вышеперечисленных терминов. Например, философия это высшее проявление творческого сознания. Ну, почему это высшее проявление творческого сознания? Потому что создать новое мировоззрение, новый взгляд на мир, прочувствовать его, прожить и вообще существовать в рамках этого уникального взгляда на мир, это и есть чистое творчество, по сути. Это самое чистое творчество из тех, которые только можно себе представить. Чище творчества вот просто вообще не бывает. И не может быть даже в теории. Из этого становится понятно, что для занятия философией необходимо иметь довольно прочный творческий фундамент. Ну, понятно, потому что я, например, трактую философию. И в данном случае важно, как именно я трактую философию, а не кто-то другой, потому что это, в общем-то, список в рамках моего учения, это список моих практик. И в данном случае философия — это продуктивное мышление. И достичь этого продуктивного мышления можно только через развитие своих творческих способностей. Да. Да-да-да-да-да-да, здесь обсуждаются различные аспекты. Так вот, заранее предупрежу, что ступени 64, предложенные в книге, описывают лишь мой духовный путь. Это не значит, что добраться до обозначенной цели нельзя другими путями. Впрочем, ранее никто и не пробовал. Легкодоступный скептицизм в духе Декарта и других рационалистов сейчас в моде, и он сбивает людей на пути к настоящему сомнению. Вот. Почему вообще нужны духовные практики? Да, начнем с того. Начнем с того, зачем вообще нужны духовные практики, если дело касается философии. По сути, ну, кто из философов занимался духовными практиками, спросите вы? Я вам отвечу, но на самом деле духовные практики это довольно-таки растяжимое понятие. Можно сказать, что уже Кортезий первый попытался сделать что-то подобное духовным практикам в своих рассуждениях, да, когда он произнес, да, когда он добрался постепенно до Когита Эргосум. Но, наверное, все-таки это еще сильно просто. А вот Кант уже производит тотальный анализ разума. И в данном случае он, конечно же, прибегает к рефлексии. Что такое рефлексия? Если не своеобразная духовная практика. Рефлексию вполне можно обозначить как духовную практику. Не всем людям свойственна рефлексия. Некоторые люди вообще к ней не обращаются. Вообще, до определенного периода даже в философии и рефлексии просто не было места. Ну, вот, по сути, кто ее популяризовал? Ну, вот Кортезий. Кортезий первый занимался, так скажем, рефлексией. Потом Кант и потом уже так далее другие мыслители. Но, в целом, у философов прошлых периодов, чтобы обозначить какую-то рефлексию, ух, надо очень сильно постараться. Очень-очень сильно. Но вот Гераклит говорит, все есть огонь. Все есть огонь. А мы можем подтвердить, что вот Гераклит занимается рефлексивным знанием? Нет, наверное. Ну, то есть, у нас нет достаточного количества фактов, чтобы подтвердить это. Мы можем сделать догадку, что все философское знание строится на рефлексии. Но, на самом деле, скорее всего, это тоже не так. В общем, ну, это обсуждается уже в других, как бы, аспектах моего учения. Но здесь мы должны обосновать, почему нам нужна именно духовная практика. Так вот, Кортезий, Кант занимались. Но есть еще одно такое замечательное, очень интересное учение, которое называется феноменология. Так вот, в феноменологии, по сути, мы занимаемся духовными практиками. Ну, если бы буддисты увидели вот эту вот феноменологию, они бы сказали, ну, мы тоже занимаемся чем-то таким. Ну, по сути, это что-то вроде йоги получается, тоже созерцание, созерцание с очищением. Ну, то есть, тут вопрос уже трактовки. В философии то, что некоторые называют духовными практиками, конечно же, есть. И, в принципе, трудно представить, что его не было. Также духовные практики были развиты в неоплатонизме. Мы не будем говорить, что они там с рефлексией напрямую связаны, но они там тоже есть. Там есть другие практики, и они как раз посвящены вот такой мистической проблеме слияния с единым. А духовные практики моего учения никак не связаны ни с какой мистикой. Здесь вам не будет никакой нирваны, не будет никакого единого объединения с целым миром, тоже не будет. Дело в том, что итоговое состояние, то есть сомнение, а сомнение я трактую исключительно как состояние. Причем состояние, которое довольно-таки трудно удержать. Так вот, это состояние, оно достигается очень кропотливым, длительным трудом, и человек постоянно из него выпадает. То есть человеку может казаться, вот я такой замечательный, я такой скептик, я во всем сомневаюсь, а на самом деле он не сомневается толком-то ни в чем. А все его утвердительные положения, ну, они чисто догматические. И это никак не исправить. И вообще, сомнение требует очень большого контроля над собой. И в этом смысле, если человек поставил целью достигнуть сомнения, настоящего сомнения, ему непосредственно, ну, просто обязательно нужно прибегнуть к каким-то духовным практикам, которые дополняют это сомнение. Потому что иначе он просто выпадет из него, просто откажется, уйдет, будет думать, что он сомневается, на самом деле не сомневаться, будет принимать какие-то ложные положения на веру, но при этом вот как бы будет верить, что он скептик, и так делает большинство людей. Теперь вот вам система, которая поможет добраться до этой не мистической цели. Да, относительно последовательности. Все ступени могут меняться местами. Все содержания внутри, особенно вот этих вот щупалец, щупалец это они в принципе логически расположены от легкого к более сложному. Их менять не рекомендуется. А вот внутри щупалец менять какие-то вещи и даже удалять их вполне так себе можно. В данном случае духовные практики, и это в книге будет сказано еще много-много раз, они подразумевают сознательность. Если человек в общем-то практикует то, что написано в данной книге, он должен сам адекватно оценивать, прошел ли он ту или иную ступень или не прошел, стоит ли ему вообще проходить эту ступень, ну насколько это для него важно, либо не стоит. 64 ступеней это действительно много. И некоторые из них могут оказаться лишними для того или иного человека. Ну вот например, вот ну не можете вы рисовать, ну не получается у вас рисовать, а там будут практики связанные с рисованием, так своеобразная арт-терапия, арт-практики. И что вы будете с этим делать? Может быть вам лучше попробовать тексты пописать больше, и это в большей степени проявит ваши творческие способности, и только тогда вы сможете двинуться дальше. Ну вот например, вот так. У вас должны быть какие-то критерии оценки самого себя внутри даже практик. Эта книга не является 100% догматичной, здесь не надо следовать вот по всем ступеням, это просто хороший пример того, как надо бы. А вы уже в соответствии с содержанием данной книги можете решать, что нужно именно конкретно для вас. Давайте теперь перейдем от рекомендаций. Рекомендации может быть когда-нибудь книжка, когда выйдет полностью, вы их все прочитаете. Сейчас мы пойдем по конкретно щупальцам. Первое щупальце, интересно, это щупальце знания. Так, ну знания, 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 со знанием все понятно. Давайте просто кратко опишем, рассмотрим каждое щупальце и все ступени, которые в нем присутствуют, и на этом в принципе закончим, потому что на больше у нас времени не хватит. Первая ступень, это исследование мира и обретение опыта. Вот эта ступень доступна практически всем, то есть даже с детства, но она просто нужна. Нельзя быть незнакома с миром и не иметь никакого опыта, и при этом пытаться претендовать на понимание и больше уже соответственно на сомнения. Ступень два, это знакомство с людьми, тоже та ступень, через которую проходят практически все. Вот первая, вторая ступень, это самое простое. Если вы обычный человек, если вы человек, который вот даже не очень культурный, не очень умный, вы уже скорее всего прошли и первую ступень, и вторую автоматически. Если вам чего-то из этого не хватает, ну, надо восполнить. Ступень третья, чтение билетристики. Это самая простая литература, билетристика, художественная литература, включая Достоевского, включая Толстого, это действительно простая литература, не очень нагруженная философскими смыслами, она развлекательная по преимуществу. Вы там вычитываете какой-то сюжет, какие-то эмоции, у вас какие-то сопереживания возникают, и в основном чтение билетристики давит на различные эмоциональные аспекты вашей, в общем-то, сущности. И эмоции это самое простое вообще, что есть во внутреннем мире человека, и именно поэтому билетристика находится на третьей ступени. Вы читаете билетристику, знакомитесь с классикой или даже не с классикой, можете читать современников, ну, просто вот иметь какой-то багаж такой начитанный, чтобы он у вас был. И это вот тоже подразумевается в ступени знания. Чем больше эта ступень, тем больше ваш фундамент. Ступень четвертая. Конечно же, чтение религиозной литературы. Религиозная литература намного больше, она серьезней, она интересней, и религии при этом очень много. Тексты тех же самых буддистов, допустим, ну, они просто колоссальные по размеру. Ну, например, христианские тексты, Библию, она тоже очень большая, но она не настолько большая, как тексты буддистов, потому что у буддистов нет единого канона, единой, как бы, священной книги. Трепиток — это громадное собрание сочинений, в котором вот, ну, просто творится нечто невообразимое, это тексты вообще разнородные, совершенно разные, это не притчи. Ну, собственно, в Ветхом Завете вы наблюдаете то же самое, там тоже много разнородных текстов имеется. Но буддистские тексты Трепитока еще более разнообразны. Также, ну, существует не только буддизм, существует не только христианство, есть еще ислам, есть еще другие религии, иудаизм, в принципе, да, можно Библию тоже прочитать, тоже будете уже немножко осведомленными. Есть тексты Кабалы, есть тексты джайнов, тексты даосов, я Я не знаю, чем больше прочитать религиозной литературы, тем тоже лучше. Ступень 5. Чтение научной литературы, оно обязательно, причем непосредственно научной литературы. Никаких-нибудь там дешевых, бессмысленных научпоперов, которые, ну, по сути, многие сами не понимают основных положений науки, не понимают научного метода. Читать серьезную научную литературу очень и очень хорошо, и это будет происходить на пятой ступени, и тогда вы обретете когда-нибудь соответствующее знание. Ну, например, вы можете почитать того же Менделеева, или можете почитать того же Дарвина в первоисточнике, почему бы, например, и нет. Почему вы должны слушать о Дарвине из уст людей, которые сами его, скорее всего, не читали? А вот эти вот научпоп, вот эти персонажи, которые, скорее всего, не читали, Дарвина, Ньютона не читали, но будут рассказывать вам про гравитацию, про эволюцию, они все про нее знают, но на самом деле ничего. Так вот, вот эта ступень пятая очень интересная. Ступень шестая. Это чтение, конечно же, философской литературы. Философская литература, это следующая ступень, определенно, потому что она значительно сложнее. Билетристики, значительно сложнее религиозной литературы, значительно сложнее даже научной литературы. Научная литература легче философской в том плане, что она составлена по определенной, заведомо известной уже ученым и людям, которые ее читают, логике. Там есть определенные доказательства, выполненные в одном определенном типе, а есть определенные данные, которые воспринимаются, ну, в принципе, одинаково. Так вот, есть в конце выводы, есть впереди еще аннотации. В этой аннотации обычно вот автор либо статьи, либо книги умудряется сформулировать даже свои выводы. Порой, порой даже свои выводы умудряется сформулировать, и мы как бы получаем... Мы можем даже не то, чтобы не читать научную литературу. Мы можем познать сущность выводов научной литературы просто по аннотациям. Что, кстати, крайне забавно. С философией такой подход не работает вообще, в принципе. Философия не держится на каком-то одном типе доказательств. Философия не держится на одном каком-то типе размышлений, и поэтому она более многообразна, чем наука. И философская литература значительно, куда более многообразна, чем, в общем-то... Так, сейчас, подождите. Окей. Так, чем литература научная. Ступень седьмая — это чтение книг Александра Шадова буквы. Вот именно по той причине, что в моих книгах разбирается уже философия и ортодексология. Это теория о мнениях, и о мнениях в том числе в философии, в науке, в религии, в билетристике и так далее, так далее, так далее. Разбираются мнения вообще, и это как бы такой вот обзор всего, что было. И выводы из всего вот этого чтения книг Александра Шадова нужны именно после всего, всего вот этого вот пройденного, как раз именно потому, что нужно сначала знать, знать, о чем говорится в этих книгах. Ну и потом ступень восьмая — это уже работа с возможностями. То есть предсказывать различные возможности — это тоже интересно. Вот это вот все. Ступень один, ступень два, ступень три, четыре, пять, шесть, семь. Это все актуально, это то, что существует уже сейчас. Это то, что вы сами можете увидеть, это то, с чем вы можете познакомиться. Это вы можете взять книгу, можете ее скачать, можете ее прочитать. Но все это актуальное, но есть еще и возможное. Возможно, это то, что могло бы быть, и поразмышлять об этом, притом очень хорошо поразмышлять. Можно на базе, кстати, в том числе и произведений моих, потому что они дают тоже хорошую базу для этого, и поэтому, ну, ступень... Седьмая идет перед ступенью восьмой, и, ну, здесь тоже логическая связка имеется. Ну, вот такое вот размышление о возможностях дает нам понять, что есть куда больше, чем мы уже прочитали. То есть все, что мы знаем, даже мы очень много, допустим, прочитали, огромное количество билетристики, огромное количество религиозной литературы, научной, философской, и в итоге все вот это вот оказывается малой частью из того, что могло бы быть. И только таким образом мы можем, в принципе, пойти... прийти к определению мнения, к пониманию того, что есть философия, потому что философии тоже может быть бесконечно много. Что такое наука? Науки может быть бесконечно много. И религия что такое? Потому что религий тоже может быть бесконечно много, и каждая религия внутри себя может дробиться на бесконечно малые частицы. И в этом смысле все это мы должны как-то познать. А как это делать? Будет разобрано тоже в этой книге, и мы сейчас все это пропустим, 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 ну, потому что не все же сразу вам рассказывать, да? Если мир, обретение опыта, вот тут как, кстати, все делится в книжке интересным образом. У нас есть цель, сущность метода, ступени цель, средства, которыми оно достигается, путь, результат, аргументация, то, что нужно, ну, тоже аргументировать, зачем это вообще нужно. Ну, иногда пишу, аргументировать здесь нечего. Ну, неважно. И рекомендации различные от меня. Потом переход на следующую ступень, он тоже должен осуществляться при каких-то условиях, они здесь прописываются кратко. Почему кратко? Потому что пока что эти практики прошли опытную проверку только одним человеком мной. если бы были другие люди, которые прошли через те же самые практики, я бы мог уже делать какие-то другие, более практические выводы и, соответственно, приписывать какие-то вещи, какие-то другие рекомендации, через которые люди, в общем-то, пройти не смогли, либо какие-то у них трудности были, как избежать трудностей и так далее, и так далее, и так далее. Сейчас мы перейдем к второму щупальцу. Так, давай-давай-давай-давай. Ой-ой-ой-ой-ой. Что это? Что это такое? Железное бытие, эмоциональное. Дальше представим. Ладно, 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 ладно. Я пока сам не понимаю, что это такое. Я давно писал эту книгу в прошлом году, и вот табличку я даже забыл, представляете? Переход к щупальцу воображения. Вот она. Вот оно, второе щупальце. Второе. Вот его ступени. Первая ступень воображения. Это репродукция. У нас ступени будут внутри воображения делиться на два пункта. Репродукция и продукция. Репродукция это повторение чего-то. Ну вот, например, самая простое, репродукция предметов. Представьте у себя в голове чашку. Представьте в своем воображении чашку. Вот она у вас в голове где-то там находится. И вот, представляете, вот она чашка, 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 чашка. Это репродукция. Вы представляете какую-то уже существующую чашку, либо чашку немножко новую, но, в принципе, соответствующую чашности, так скажем. Посложнее это репродукция людей. Причем людей, которых вы знаете. Да. Именно репродукция, потому что повторение, повторение. И воображение с этим тоже связано. У воображения есть как репродуктивный аспект, так и продуктивный. Это я тоже, кстати, разбирал в своих лекциях, посвященных воображению. Ну, это я тоже использую в своих практиках. А потом мы репродуцируем уже ситуации. Ситуацию это посложнее, поскольку они включают в себя людей нескольких, обыкновенно. Ну, либо человека в каких-то условиях, и с этим человеком что-то происходит. Либо не человек, а может быть животное. Не важно. Ступень четвертая. Репродукция мир. То есть мы можем представлять себе мир. Ну, вот, например, включите гугл-карты. Особенно вот тот вид, где они как со спутника, они такие красивые, замечательные. Вы можете посмотреть на него, посмотреть на такие там леса, дороги, и попробовать представить, как это выглядит на самом деле. Это репродукция мира была бы отчасти. И этим можно заниматься, ну, достаточно долго, развивая свое репродуктивное воображение, которое, в принципе, нам тоже все равно появится и понадобится для продуктивного воображения. Ну, и дальше мы повторяем все то же самое, только с точки зрения продукции. Предметы. Мы можем придумывать совершенно новые предметы, которых никогда не существовало. Также мы можем придумывать людей и характеры, которых никогда не существовало. Я это использую в том числе для написания романов. А, есть продукция ситуации. То есть мы можем создавать ситуации, которых никогда не существовало, ну, поэтому, собственно, я и пишу романы. Продукция мира. То есть создание миров. Это последняя наша вот ступень в рамках воображения, и мы ее тоже должны будем пройти в рамках этих практик. И только потом, только после создания литературных миров, мы попробуем приступить к чистому творчеству. Все это как бы ступени, с помощью которых мы подходили к чистому творчеству. Дальше. Вот, кстати, вот здесь очень сложные какие-то, видите, методы идут уже внутри. Внимательно смотрите предметы для репродукции. Исключите его со всех сторон. Изучите его со всех сторон. Запомните все, что только можете запомнить, чтобы потом это воспроизвести. Вот так вот работает репродуктивное воображение. И вот тут просто огромное количество каких-то упражнений, связанных с репродуктивным воображением, и с продуктивным воображением вообще совсем с чем только можно. В общем, здесь очень хорошо будет прорабатываться ваше воображение, если вы хотите развить воображение, в принципе. Если вам неинтересны сомнения, если вам неинтересны все остальные пункты моего учения, вы можете просто обратиться к этому тексту, чтобы развить свое воображение и творчество. Первые две ступени. И не двигаться, в принципе, дальше. Это уже будет для вас полезно, как для творца. Вы уже сделаете колоссальный шаг вперед, на мой взгляд, если вы все это изучите и все это попробуете. Так, 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 так. Творчество. Третье щупальце. Посмотрим, что у нас тут. Здесь имеется восемь ступеней. Первая ступень. Развенчание мифов о творчестве. Да. Прежде всего, мы должны понять, что творчество — это создание чего-то качественно нового. Ну, то есть, почему я, например, считаю стихотворения Александра Сергеевича Пушкина не творческими? Ну, скорее всего, он просто даже и не помышлял о том, что это творческое. Он просто производил определенную работу по копированию и, в общем-то, подражанию западным авторам. Ну, поскольку он был одним из, так скажем, одним из первых, ну, уже в некотором поколении, конечно, но он был одним из первых таких крупнейших поэтов в России, и поэтому ему приходилось очень много это, на самом деле, копировать, потому что до этого поэзии, как таковой, особо-то и не было. Были учителя, конечно, у Пушкина были, был Жуковский, был еще Ломоносов до этого, был потрясающая, в общем-то, плеяда, и все они занимались по преимуществу копированием. Это творчеством не является. А также творчеством не является какое-нибудь ремесло, там, по произведению сапог, там, не знаю, созданию различных, там, каких-то стандартных действий. Также наибольшее количество изобразительного искусства, которое делается по образцу великих мастеров, это тоже не творчество, ничего общего с творчеством это не имеет, это искусство. Может быть, это искусство, но это не творчество, потому что не производится что-то качественно новое. Не обрабатываются новые темы, через творчество это не продвигаются новые мысли, это все работает стандартно, примитивно, ну, то есть, с точки зрения новаторства, здесь ничего нет. А творчество, оно другое, оно именно творческое, оно создает что-то качественно новое. И когда мы научимся делать вот это вот качественно новое, и на этой ступени мы будем учиться делать качественно новое в разных искусствах, в том числе даже в ремеслах, в которых тоже можно вносить какие-то творческие элементы. Вот, и вот-то только тогда, тогда мы пройдем эту ступень. Также, да, мы будем учиться здесь творчеству, именно созданию качественно новой поэзии, созданию качественно новых каких-то ремесел, каких-то, вот, в общем-то, предметов, видимо. Изобразительное искусство тоже будем делать качественно новые предметы изобразительного искусства. Потом еще более сложное кино и мультипликация, то есть, то же самое, только в движении. Видеоигры, то же самое, это еще более сложное искусство, более комплексное. Возможно, да, будем учиться делать даже видеоигры, если будут определенные, в общем-то, ресурсы. Я сам в свое время занимался изготовлением простых видеоигр, и это тоже, ну, забавно, интересно, и очень хорошо развивает воображение и мышление. Так вот, на седьмой ступени у нас будет проза. Так, сейчас, простите. Так, проза. Проза, это, на самом деле, самое сложное. Многим может показаться, что нет, но, на самом деле, проза, это очень большой жанр, в котором нужно много всего учитывать, и он требует от вас непосредственно воображения. Практически все виды вот этих вот искусств, даже изобразительные, они во многом зависят от прозы. Проза прописывает, проза записывает, проза диктует. И чтобы грамотно все диктовать, чтобы соответствовать определенной сложности, да, нужно очень сильно постараться. И ступень седьмая, она одна из последних, именно поэтому. Так, на ступени восьмой уже речь пойдет об абсолютной фантастике и создании миров. То есть, что тоже, опять же, соответствует определенным творческим критериям. То есть, творец может создавать плюс ко всему еще и миры. Причем эти миры не обязательно должны быть примитивны, и по наподобии Толкина, они, наоборот, не должны быть такими. Когда человек достигнет такого уровня, когда он перестанет копировать Толкина, что делают, например, многие современные писатели, включая Мартина, включая, в общем-то, Сапковского, и менее интересных, менее значимых фантастов. Не знаю, там, как-то Сервантес вроде, вообще примитивный вообще отстой какой-то, отвратительный, который вообще никак на фантастику не тянет. Так вот, когда будет возможность сделать этот новый качественный шаг фантастики, создания миров, персонажей, вообще условий мира, вот тогда можно будет перейти на следующую ступень. То есть, разобравшись с творчеством, сотворив много-много всего, у нас появляется возможность, вот тут вижу предрассудки разные, опровергаются. Так, что здесь у нас? Да-да-да-да, да-да-да. Так вот, есть банальные произведения, банальные произведения с интересными находками, это уже деление такое внутри. Интересные произведения со значительными находками, уникальные произведения, и уж совсем уж творческие произведения. Добраться до пятого уровня в каждом искусстве, это вот прям великая цель в этих практиках, но, наверное, это все-таки не обязательно. Нужно просто понять, понять, что и как. Так, как много практик. Так, сейчас-сейчас-сейчас, у нас будет уже скоро-скоро-скоро... Ох, проза. Да, большая книжка. Сейчас узнаем. Философия. То есть, на следующей ступени практик вы сможете стать уникальным философом. Уникальным философом при том уровня Канта, Гегеля, и, может быть, даже и выше. Цель такая. Стать, по крайней мере, одним из таких вот интересных мыслителей первого уровня, то есть создателем своих собственных позиций, точек зрения. Причем, в данном случае, в качестве критерия берется неистинность, поэтому, ну, может быть, вы не будете соревноваться с Кантом и Гегелем в уровне истинности, хотя, я не знаю, Гегель там какую-то истину, может быть, раскрыл с абсолютным духом, но мне не очень верится, в общем-то, в концепцию Гегеля, поэтому я бы вас даже уравнял с Гегелем здесь. Ну, неважно. В данном случае мы не претендуем на истинность, мы претендуем на оригинальность, на творческое мышление, на продуктивное мышление, на способность создать уникальную позицию, которой можно придерживаться и которую можно защищать. Так вот, и восемь ступеней. Первое изучение риторики, второе изучение софистики и критики, третье это изучение философской традиции. После этого, вот, все, мы это как бы уже до конца изучили, рассмотрели, разобрались с этими темами, наконец-то, молодцы. Следующее, мы достигаем ступени мыслителя третьего уровня, третьего порядка, то есть мыслителя, которого я обозначаю как частный исследователь. В каждом учении есть такой вот персонаж. У нас есть большое учение, у него есть последователи, и вот этот вот частный мыслитель, он как бы придерживается учению в целом. Например, он марксист. Он придерживается учению Маркса. Но при этом он разрабатывает какой-то один интересный аспект. Например, Адорна. Он как бы не преобразовывает марксизм, не уничтожает его, не изничтожает, не предлагает абсолютно свое, но работает внутри марксизма и является таким частным исследователем, который что-то добавляет туда. Иногда это что-то может быть довольно большим и значимым, но при этом все равно не является чисто оригинальным и созданным с нуля. То есть у того, что создает частный мыслитель, всегда есть предпосылки в виде идеи основного, вот этого вот автора главного. Так вот. Так. Потом преподаются основы философской комбинаторики после этого. Ну, потому что до этого эти основы нам были, в принципе, не особо нужны. Да. Преподаются основы философской комбинаторики, чтобы на шестой ступени перейти к уровню уже мыслителя, к второму уровню, в общем-то, мыслительному. Это уровень эклектика. Уровень эклектика — это когда мы из разнородных частей можем собрать своеобразное учение. Причем для соединения частей нам необходимо проявить определенные творческие какие-то усилия, потому что части-то они не особо соединяются с авиасовой. Они просто есть. И вот эти вот части учений разных людей, их надо обосновывать, их надо доказывать. Иногда из, в общем-то, осмысления вот этих вот, соединений этих частей возникают какие-то сложнейшие элементы, и постепенно учение нарастает, и получается нечто вот совсем необычное. Например, учение марксизма — это определенно число, это эклектическое учение. Оно совмещает в себе материализм, который определенно был до Маркса. Оно совмещает в себе диалектическую логику Гегеля, которая тоже определенно была до Маркса, а также социалистический утопизм, который тоже был до Маркса. То есть получается эклектика. И Маркс в данном случае — мыслитель второго уровня, он эклектик по моему делению, по делению, которое ведется вот именно по критерию творчества-новаторства. Вот. На седьмой ступени мы уже идем дальше и думаем о том, откуда берутся эти элементы, которые соединяют эклектики. И мы проходим основы созидания. Плюс ко всему мы уже научились творчеству до этого, воображение развили, и вот эта ступень должна даться нам не так уж и трудно, я думаю. И потом мы уже переходим к самой первой ступени мышления, то есть к мыслителю первого уровня, то есть создателю, создателю этих самых элементов, которые потом эклектики уже будут как-то комбинировать. И потом уже вот эти вот частные исследователи будут работать в рамках эклектических, либо чисто созданных каким-то мыслителем парадигм. Вот. Такая схема. Мы пройдем по вот этим вот ступеням, разовьемся, и уже потом, уже потом двинемся дальше. Так-с. Так-так-так-так-так-так. Сейчас, в общем-то, что у нас тут? Да, вы познакомились софистами и с их философией. Это тоже, кстати, важно. Так. Большая-большая-большая книжка. Таблица из трех элементов. Основы философской комбинаторики из таблиц. Элемент 1, элемент 2, элемент 3. Позиция 1, позиция 2, позиция 3, 4, 5 и 8. Используются все возможные варианты. Вот, например, элемент 1 есть на первом позиции, всех остальных нет. И так далее, так далее, так далее. Видите, 1 есть, 1 есть, 1 есть. Тут 2 есть, тут тоже 2 есть, тут тоже 2 есть, но в разных положениях. И все они, ну, в общем-то, полная комбинаторика здесь проведена в данных таблицах. По таким таблицам можно изучать менее. Ну, вы, в общем, если смотрите мои видео, вы об этом тоже уже знаете. Все здесь тесно связано, все переплетено и все хорошо работает. Продолжаем. Сейчас, сейчас, сейчас. Вот. Щупальцы номер 5. Плюрализм. Плюрализм это философия множества, но в данном контексте это философия множества учений. Обычно под плюрализмом понимают философию, в которой доминирует там несколько начал. Например, огонь, вода, земля и воздух. Это называется такой вот натурфилософский плюрализм. Но я подразумеваю здесь именно плюрализм учений. Ну, то есть, идею, которая подразумевает, что учений может быть много, и при этом бесконечно много, и они все сопоставимы друг с другом. А плюрализм является таким вот предшественником перед ступенью безразличия, потому что мы сначала опознаем плюрализм. Нет, мы сначала опознаем философию. После философии познаем, что вообще-то учений может быть очень много. И в философии мы это тоже уже видим, но мы учимся не быть философом какого-то одного направления, какой-то одной традиции, а сразу обращаться ко всему множеству существующих и возможных философских учений. И это уже следующая ступень, действительно. Первая ступень – это понимание плюрализма. На первой ступени мы должны понять, что это такое. На ступени второй мы разбираем, что такое догматический плюрализм, потом эстетический, аксиологический, этический, практический, гносиологический и онтологический. В общем, проходим по всем плюрализмам, по всем разным учениям, учимся их тоже перемешивать, смешивать, изучаем, что это такое. И это, в принципе, очень важно. Это тоже такое вот учение своеобразное о плюрализме, которое необходимо изучить для того, чтобы двинуться дальше. А дальше идет у нас следующее щупальце – это щупальце безразличия. Щупальце безразличия, то есть щупальце, согласно которому отсутствует различие. Безразличие – это отсутствие развлечения. Это не то, что вы такой, «Хм, да мне пофигу». Нет, нет. Это просто отсутствие развлечения разных учений, притом мы прежде всего направляем свой взор на мнение. То есть нету разницы между каким-нибудь, там, не знаю, научным учением или учением бедуинов. Учение бедуинов, например, могло бы быть так же развито, как и научное, долго-долго развиваться в течение веков, создавать сложные концепции и так далее, и так далее, и так далее. И вот там идут уже другие свои ступени. Это практика разочарования, практики скуки, практики перенасыщенности, практики лишения, практики пустоты, философия от забвения. У меня, кстати, есть книжка, которая называется «Забыть всех», с отсылкой на текст Бодрияра «Забыть Фуко», но Бодрияр забывает только одного Фуко. Я забываю последовательно всех философов и религиозных, политических, и многих других деятелей. В общем-то, то есть довожу эту идею до самого конца, появляется философия забвения, ее тоже надо изучать на ступени уже номер 6. Дальше идет ступень очищения, и в самом конце достигается истинное безразличие, когда нет разницы, что вот за учение вокруг, вот у нас есть два учения, и нет никакой между ними разницы. Одно могло бы быть более доказано, либо другое. Все это как бы дискуссионно, и все это не является абсолютным. То есть, если одно учение сейчас доказано лучше, чем другое, не значит, что оно впоследствии так и будет оставаться самым доказанным в мире. Скорее всего, это будет не так. И также, скорее всего, когда-нибудь появится учение, которое его превзойдет. Предпоследнее щупальце. Седьмое. Понимание. И здесь мы уже проходим практики понимания. Вот у нас в голове колоссальный массив из различных практик, которые мы, кстати, должны еще периодически повторять, чтобы не забыть, чтобы не потерять навыки. Но это еще не все. Это еще далеко не все. Потому что дальше идет самое сложное, самое, в общем-то, мозговыносящее. Мы должны развивать свои способности к пониманию. Способности к пониманию, то есть вживанию. Понимание в ортодоксологии понимается как вживание. То есть способность скопировать определенные, в общем-то, мнительные структуры другого человека. И в данном случае мы должны создавать в себе эти самые мнительные структуры на базе нашего опыта. А наш опыт уже должен быть очень большим, судя по всему, все, что мы вот прошли в этих практиках. Наш опыт должен быть просто колоссальным к этому моменту. И вот. Продолжаем. Что мы должны сделать? Что развивать? Разведет развитие эмоциональной сферы. На второй ступени мы проектируем чужие эмоции. На третьей ступени мы проектируем чужие мысли. На четвертой ступени проектируем чужой жизненный опыт. Потом уже проводим частичное вживание. На шестой ступени конструирование индивидуальности, полноценное у себя в голове. То есть создаем полноценные личности дополнительно ко всему, что есть. Пользуясь элементами тех эмоций, которые мы сконструировали до этого. И тех мыслей, которые мы сконструировали до этого. И чужого жизненного опыта, который мы тоже сконструировали до этого у себя в голове с помощью воображения, с помощью других наших, в общем-то, способностей и ресурсов. Вот. Потом происходит уже процесс полного вживания, когда мы уже научились сконструировать какие-то там индивидуальности, неважно, с кем связанные или не связанные. То есть, конструирование индивидуальности может быть не привязано к реальному человеку. Я, например, для написания романов конструирую индивидуальности, да. Потому что так они лучше общаются между собой, лучше взаимодействуют, это позволяет лучше вжиться в позицию. И это действительно то, что вот отвязано от понимания как такового. Но при этом у сконструированной личности мы можем понять вот абсолютно все, что в ней есть. То, что мы сконструировали сами, оно доступно нашему пониманию. Но недоступен другой человек. И потом, на седьмой ступени мы уже пытаемся провести полное вживание. С ним трудно, с ним практически невозможно. Его крайне трудно подтвердить, но мы пытаемся это сделать, потому что у нас уже есть все ресурсы для этого. У нас очень много различных эмоциональных состояний. Они доведены до предельных, в общем-то, степеней. То же самое с мыслями. Мы можем, в принципе, принять любую мысль, любую идею. Ни одна идея не вызывает у нас каких-то предрассудочных таких состояний. Мы не презираем чужие мысли. Все для нас безразлично. Любая мысль является, в общем-то, равной другой мысли. И в данном случае мы можем понять их все. Мы не ставим никакой разницы, не видим никакой разницы между двумя различными системами мыслей. То же самое с жизненным опытом. Можно уже спроецировать весь жизненный опыт по элементам. Можно представить, можно вообразить, можно создать искусственные воспоминания и так далее, так далее, так далее. Методов очень много и они действительно затрагивают прямо вот крайние такие части духовного мира человека. Во многом даже вот все вот это вот может ограничить с безумием, потому что уже начиная вот с щупальца понимания, мы проводим такие практики, которые за всю историю философии не проводились никем. И за всю историю религии, включая буддизм, они не проводились никем и, наверное, не могли быть проведены до определенного этапа исторического развития, наверное, все-таки. И на восьмой ступени достигается высшая ступень понимания. Понимание, конечно, в основном здесь воспринимается как стремление к пониманию, подтвердить его довольно сложно и так далее, так далее, так далее. Если вы смотрели мои видео, вы, в принципе, все это тоже понимаете, тоже можете понять, что я имею в виду. Так, да-да-да-да-да, очень много практик. Ну все, мы, получается, дошли до самого конца. И презентация книжки на этом может быть уже практически закончена. Щупальце 8. Сомнение. Сомнение – это важнейшее состояние, которое мы пытаемся достигнуть и удержать на протяжении духовных практик в данной книге. Да, мы уже касались этого состояния на степени безразличия, но теперь речь пойдет о серьезном сомнении. Да, на первой ступени нужно, вообще-то, различить, что такое, с одной стороны, сомнение, а что такое несомнение. А на второй ступени мы уже будем разбирать, что такое частное сомнение. То есть, первая ступень мы просто различаем. У нас есть догматизм, с одной стороны, а с другой стороны у нас есть скептицизм. Что это такое, в чем разница? Почему в одном случае у нас нет убеждений, почему в другом случае у нас есть убеждения? То есть, мы начинаем заниматься, с одной стороны, дексологией, С другой стороны, учимся отличать людей, вообще, учимся отличать, как у нас внутри это происходит, когда у нас нет убеждений, с одной стороны, и когда они есть. Также мы будем рассматривать, что такое частное сомнение. Ну вот, допустим, есть у нас научные скептики. Они не являются скептиками, в принципе, потому что они не распространяют принцип сомнения на все области своего исследования, на все области своей жизни, на все области своего мировоззрения. Вот наука из списка сомнений выпадает у них. Но при этом они могут похвастаться частным сомнением. Так же, как и христиане могут похвастаться частным сомнением, мусульмане могут похвастаться частным сомнением, буддисты могут похвастаться частным сомнением. То есть, всякое мировоззрение в мире сомневается во всех других мировоззрениях, и это и есть частное сомнение во многом. А также, в том числе, частным сомнением является сомнение, ну, не знаю, в любом каком-то убеждении. При этом мы вполне можем не сомневаться в других наших своих убеждениях, но можем вдруг так подумать, а вдруг вот это вот мое убеждение сомнительно. Или вот, друг, вот ты сейчас высказал идею, и мне кажется, что она сомнительна. Это проявление частного сомнения, и никакого отношения к скептицизму она не имеет. Потом идет третья ступень, и мы постигаем категории возможности, вероятности и случайности. Мы это уже делали, но теперь повторяем это на новом уровне, на совершенно новом качественном уровне. Потом мы постигаем следующую ступень сомнения. Это вероятностное сомнение. Это сомнение академиков Платоновской, в общем-то, школы, Платоновской академии среднего периода. Вот то самое, когда философы предполагали, что истина недоступна напрямую. То есть мы не можем сказать, что истина, а что ложна, но мы можем при этом сказать, что вероятнее будет истинным, а что вероятнее будет ложным. Такое сомнение тоже не является максимальной степенью сомнения. Оно, так скажем, содержит в себе догму вероятности. И догму того, что мы можем вообще как-то предполагать эту вероятность. Вот. И из этого, конечно же, следует, что мы должны двигаться в своем сомнении дальше, глубже, изучать его еще, в общем-то, основательней. Поэтому мы движемся к ступени номер пять. Это углубление сомнения. Через степень углубления сомнения мы проходим еще дальше, на ступень номер шесть. К античному сомнению школы, в общем-то, перроновцев, скептиков, к абсолютному скептицизму, в котором все убеждения подвергаются сомнению. И нет никакого убеждения, которое бы сомнению не подвергалось, кроме некоторых случайных, правда. Но это я тоже разбираю в отдельных статьях, и, скорее всего, в процессе практик неплохо было бы это тоже разобрать, но сейчас об этом говорить не приходится, в общем-то. Все. И дальше мы движемся к ордотексологическому сомнению. Следующая ступень. Самое абсолютное сомнение, выбивающееся, в общем-то, из всех границ. На седьмой ступени мы постигаем бесконечное сомнение в самом сомнении. То есть, само сомнение всегда подвергается сомнению. То есть, мы не можем до конца убедиться в том, что мы сомневаемся. И в том, что то, в чем мы сомневаемся, заслуживает сомнения вообще. Более того, в отличие от античных скептиков, мы отметаем ряд их догм. То есть, у нас, например, не является итоговой целью абсолютное бесстрастие. Безразличие, которое мы разбирали, это отсутствие различия, это не бесстрастие. Не отсутствие страстей. Также, в отличие от античных скептиков, следующая ступень подразумевает не то, что мы не можем делать никаких утверждений, не можем делать утверждений. Плевать на утверждения. Суть в убеждениях. У нас не должно быть убеждений. И тогда мы вот уже в том состоянии, в котором у нас нет убеждений, мы и являемся, в общем-то, скептиками. Но убеждения практически всегда есть, поэтому это состояние довольно-таки редкое. Вот. И дальше мы проходим к этому бесконечному сомнению сомнений и достигаем абсолютного ортодокосологического сомнения, к которому мы двигались. Но это состояние удержать довольно трудно. И оно удерживается в том числе с помощью понимания. Чем больше других учений мы понимаем, тем больше нам свойственно, в общем-то, апеллировать к абсолютному сомнению. Потому что мы понимаем, что всякое учение может быть равнодоказанным или равнопровернутым. Что мир может оказаться, ну, практически абсолютно иным. Любым, в смысле. И в этой, в общем-то, парадигме возникает постоянный обмен между абсолютным сомнением и абсолютным пониманием. Они как бы друг друга зацикливают. И в процессе дальнейшего движения все ступени повторяются так или иначе. Продолжается творчество, продолжается развитие воображения, продолжается развитие эмоций. И все это ведет к развитию понимания и абсолютного сомнения. А вот такой вот список практик, которые ведут к абсолютно не мистическому состоянию, абсолютного сомнения, когда человек может на некоторое время отказаться от всех своих убеждений. И это, в принципе, хорошо. Да, здесь опять же я перечисляю свои любимые тропы, не с Эдемой, их рекомендую изучить. Конечно же, да. И вывода, по-моему, здесь уже нет, потому что он не нужен, наверное. 360 страничек. Да. Ну, в общем-то, мы вот быстро пробежались по этому тексту. Духовные практики осминога бесконечности. Думаю, по этому видео, ну, я вам все равно не рекомендую что-то практиковать, потому что я рассказал вам не так уж и много. И чтобы приступить к практикам, нужно познать куда больше, чем я сейчас рассказал за 51 минуту. Так вот, если что, обращайтесь ко мне, всегда буду рад помочь. Могу текст вам дать, могу, в общем-то, словами как-то направить. Восьмикратно с вами прощаюсь и желаю понимания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok